Всем привет, мои дорогие друзья, рад приветствовать на моем канале. Надеюсь, вам нравится сегодняшняя серия, не забывайте ставить лайки и подписываться, а также комментировать. Не забывайте, у меня есть телеграм-канал, заходите туда, можете со мной поговорить и задать мне какие-то определенные вопросы. Что? Недоуменно вздрогнул на этот приказ Немота. Все происходящее походило на какой-то сюрреализм, а неизвестный в красной толстовке с каждой секундой казался все более сумасшедшим, что не могло не напрягать. 5. 4. Недвусмысленно начал обратный отсчет Араи, сохраняя в голосе холодные и равнодушные нотки. Да понял я, понял. Воскликнул на это Шин, всеми силами стараясь не дергаться. Уж слишком болезненным было ощущение блокировки причуды и последующие восстановления, отчего желания испытывать подобное вновь не было ни капли. Бросив быстрый взгляд на стоящего поодальчисоки и не увидев на его лице ничего кроме нешуточного раздражения всей этой ситуацией, Немота, глубоко вздохнув, повернулся к хроностасизу. Как работает твоя причуда? Отвечай. Моя причуда, превращает мои волосы в гибкие и острые часовые стрелки, которым я могу довольно свободно управлять. Сама по себе режущая способность, стрелки, не очень сильна, едва хватает пробить не очень толстый слой одежды, но при попадании по цели, на нее накладывается эффект замедления времени, пока хроностасиз говорил, Рёта про себя отмечал насколько сильна причуда Немота. Вынужденный исповедоваться злодей ни капли не выглядел принужденным, или что-то в этом роде. Скорее, он рассказывал все с каким-то энтузиазмом, казалось искренне заинтересованной в том, чтобы донести эту информацию максимально доступно для вопрошающего. Однако, когда прозвучало слово сочетание, замедление времени, Араи заметно встрепенулся и, можно так сказать, встал в стойку. Так уж вышло, что злодей с причудой ограниченного влияния на время был не самым значимым из второстепенных персонажей канона и совсем не запал Рёты в память. Тем приятнее было узнать, что, объектов исследования, в бандичисоке оказалось больше. Замедление времени. Перевел пистолет на хроностазиса, Акумецу, чем заставил Шина облегченно выдохнуть. Причуда исповеди уже спала со злодея, но, увидев взияющую черноту ствола пистолета и прикинув, что самое основное он уже все равно рассказал, хроностазис не стал отмолчиваться. По крайней мере, других объяснений эффекту я найти не смог, недовольно прошипел мужчина. Ясно. Используй свою причуду на нем, махнул свободной рукой в сторону Немота Араи, не став в этот раз отпускать противника с мушки. А. С превеликим удовольствием. Под разломанной недавним ударом Рёты маской показалась довольно злорадная улыбка. Пусть хроностазис и понимал, что у его, товарища, в этот раз не было выбора, но он и до этого не единожды использовал свою причуду на других членах банды просто ради потакания собственному эго, чем крайне бесил, многих. К сожалению, протекция восстановителя не позволяла кому-либо, подкараулить, шина за углом, но конкретно в этой ситуации отказывать себе в удовольствии злодей не стал. Тем более, когда его принуждают под страхом смерти. Заряженная причудой прядь волос с легкостью пропорола все еще держащийся каким-то чудом на голове хроностазиса капюшон. На долю секунды у мужчины мелькнула идея попытаться атаковать неизвестного, но направленный твердой рукой пистолет и клубящаяся тьма под капюшоном не настраивали на рисковые мероприятия, так что, стрелка, устремилась в сторону обреченно замершего немота. Несмотря на всю неприязнь к последнему, хроностазис не был глупцом, да и заскоки его, товарища, бесили злодея не так сильно, как тот любил демонстрировать, оттого заостренная прядь волос устремилась в сторону ноги шина покасательной. После удара, на голени немота остался неглубокий порез, почти царапина, однако эффект был заметен сразу. Несмотря на то, что хроностазис выбрал самое безболезненное и безопасное, по его мнению, место для удара, укол боли имел место быть и шин инстинктивно дернулся. Точнее попытался. Судя по всему, замедление времени действительно работало и, что куда важнее, вполне себе, регистрировалось, ощущением векторов из пера пятого уровня. Насколько Рёта понимал, имело место не частное воздействие, а некое поле, покрывающее заданную попаданием, стрелки, цель. И вектора там были. Очень специфические. Если до этого Араи называл вектора, позволяющие ему манипулировать пространством, неправильными, то подобрать слово для темпоральных векторов. Даже, аномалия, будет недостаточно точным словом. А если все же попытаться. Упорядоченный суперхаос и никак иначе. Судя по всему, больше половины векторов в раскрывшейся перед Эспером восхитительной картине находились если не в состоянии суперпозиции, то что-то в этом роде, ведь иначе как-то объяснить тот факт, что большинство регистрируемых чувствами векторов существовали одновременно в нескольких мерностях Рёта, на данный момент, не мог. Чудовищная по своей сложности матрица не была статична и казалась сложнейшим механизмом, в котором технологии стимпанка соседствовали с современными и откровенной магией, при этом, каким-то образом, всё это отлично работало. Хуже всего то, что здесь не было ярко выраженной повторяющейся закономерности. Каждый следующий, шаг, матрицы полностью отличался от любого другого, казалось, бесконечной последовательности. Следовательно, просто взять, запомнить и использовать как в случае с матрицами пространство тут не выйдет. Нет, попробовать то можно, но что в итоге получится? Спрогнозировать невозможно. А Раи только и осталось, что раздраженно скривится под капюшоном. «Сколько действует замедление?» Спросил Эспер, не сводя взгляда с «Суперхауса», и селясь впитать в свою память каждое завихрение и процесс. Каждый раз по-разному. Не лги мне. Почти прорычал Рёта, одновременно с чем вмешался в «Генератор случайных чисел», из-за чего от его фигуры во все стороны разошлись чёрные «Молнии». Определить ложь было нетрудно, так как, понаблюдав за состоянием хроностазиса под причудой Немота, Араи зарегистрировал для себя его состояние, правды, и вылавливать на этом фоне несоответствие было несложно. Зависит от степени поражения, тут же дал заднюю, несколько напуганной вспышкой противника злодей. Чем больше я наношу порезов волосами цели, тем длительней будет эффект. Если ты продолжаешь наносить раны уже замедленному противнику, это тоже работает, как я понимаю. Да. Количество целей ограничено. Нет. Рёта с некоторым удивлением посмотрел на хроностазиса. Удивительно сильный персонаж получается. Даже странно, что никаких особых воспоминаний из канона о Нем нет. Долго он будет замедлен с тем уроном, что ты нанёс? Задал Араи последний вопрос. Ещё секунд десять, уже куда увереннее ответил злодей. Ну, тут он немного промазал и времени прошло чуть больше. За процессом распада суперхаоса Рёта наблюдал как бы невнимательнее, чем за всеми прочими её процессами. Он хорошо себя знал и мог с уверенностью заявить, что удержаться от того, чтобы испытать новую игрушку, он надолго не сможет, так что лучше иметь хотя бы какое-то подспорье для понимания того, как удалить воздействие без крайних методов. Всё же, будет опрометчиво считать, что матрица, обнуление ненормальности, который Эспер до сих пор выключал пространственные аномалии, без нареканий сработает на чем-то, что ста крат сложнее. В идеале, нужно бы пронаблюдать этот процесс ещё раз, цыть, но ситуация и без того накаляется с каждой секундой. Рёта буквально кожей ощущал, что Чисаки вот-вот предпримет что-нибудь опрометчивое, да и основные силы банды, которые парень оставил за спиной уже должны были что-то заподозрить и вполне могут прибыть своему боссу на помощь. А значит, пора заканчивать. Первого, как самого опасного своей непредсказуемостью для себя, Орай нейтрализовал Хроностазиса. От такого удобного оружия, как пули, блокирующие причуды отказываться он не стал и без лишних церемоний выстрелил злодею в плечо. После этого события понеслись вскачь. Немота сместился в сторону, закрывая своим телом рванувшего к пострадавшему починенному восстановителя. И у Рёты были некоторые сомнения в том, что тот всего лишь желает вылечить своего товарища, особенно учитывая некоторые обрывочные воспоминания из канона. Сражение с неведомой хренью, в которую Чисаки может превратить Хроностазиса, Эсперу пусть и было несколько любопытно, но он уже настроился, что его рейд на базу Якудза обойдется без смертей, так что решение для этой ситуации уже было готово. Стрелять в немота Рай не стал, так как ему еще нужны были его силы, да и толку от этого будет ноль, так как о калибре пистолета уже было сказано. Почему-то, в этот момент, в Рёты взыграла какая-то ребячливость, и он быстро отвел руку с пистолетом чуть за спину, после чего, резко махнул, одновременно нажимая на курок. Мир замер и потерял свои краски. Момент, как всегда, был выбран идеально, и выпущенная пуля не покинула, зону ответственности, Эспера. Да, влиять на нее напрямую он не мог, но мог на максимум вытянуть эндеполе в сторону полета снаряда и задать векторному щиту на его границе простейшие искривляющие свойства. Время вернуло свой ход и пуля, изменив свое направление, прошла буквально в паре сантиметров от тела шина, после чего без проблем вонзилась в голень восстановителя. Раздался сдвоенный удивленно болезненный вскрик. И, если Хроностазис был удивлен неожиданностью выстрела, то Чисаки причудливой траекторией пули. Что бы ты сделал, если бы не был так уверен, что пуля всегда летит только по прямой? С неуместной для ситуации веселой интонацией спросил Рёта, вцепившегося в кровоточащую ногу восстановителя. Впрочем, тому было не до вопросов. В его глазах застыла сложная, но очень яркая композиция из эмоций. Ярость, отчаяние, боль. Это было лишь то немногое, что смог прочесть Раи. Уж слишком быстро он осознал последствия попадания пули, лишающие его причуды и, соответственно, любых дальнейших перспектив. А, выдавил из себя замерший соляным столбом шин и глянул через плечо на припавшего на колено Чисаки. А-а-а-а. После чего с воплем кинулся на Рёту в рукопашную. Было ли это жестом отчаяния? Неужели он действительно был настолько предан кому-то вроде восстановителя? Учитывая, как он был готов закрыть тога собой от пули, ответ напрашивается сам собой. Впрочем, Раи этот ответ был неинтересен. Немото не был умелым бойцом и не мог терпеть сильную боль, так что весь его порыв был остановлен простым ударом кулака в солнышко, после которого крик злодея захлебнулся, а сам он, согнувшись в три погибели, распластался на не самом чистом полу, пытаясь сделать хоть один судорожный вдох. На этом эпопею с бандой 8 завитов смерти можно считать практически завершенной. Осталось только добить уже мчащихся в эту сторону 6 ирок Чисаки, а после порции старого доброго насилия принудить вшина использовать свою причуду на боссы. Слишком уж рёт и понравилась возможность, вот так вот отрубать противников, попросту блокируя их причуду. По крайней мере, какой-то внутренний бзиг, до сих пор куда легче принимал доставление злодеям несравнимых ни с чем страданий, чем их умерщвлении. А что может быть болезненней, чем потеря настолько значимой части себя? Поэтому, рёта был бы совсем не против взаимить некоторый запас столь удобного вещества и, до кучи, уточнить о существовании антидота. Если что-то такое и есть, то восстановителю об этом точно будет известно, но, из-за того, что он об этом точно не проговорится, придется использовать немота и его, исповедь. Мысли о Раи были прерваны уже слышимым человеческим ухом многоногим топотом, доносящимся со стороны пути на поверхность, а значит у Эспера было время подумать о том, как именно ему нужно будет, уговаривать, шина использовать свои силы, пока он будет втаптывать бандитов в землю. Впрочем, судя по вырисовывающейся картине Сонара, противников едва насчитывается два десятка. Времени на подумать чертовски мало. Звездочка, звездочка, звездочка. В самой глубине подземного комплекса располагалась комната. По своей стилистике она кардинально отличалась от любого другого помещения в подземелье. На стенах были наклеены яркие и жизнерадостные обои со всевозможными сказочными животными и фигурами, вся мебель, казалось, стоила немалых денег и была куплена в самых дорогих магазинах, ориентированных на детей, на полу было разбросано множество невскрытых коробок с прекрасными игрушками и любимыми детскими сладостями, а в самом центре стояла большая и явно очень удобная кровать. Казалось, что девочка, живущая в этой комнате, была самым счастливым ребенком на свете, однако, это было не так. Игрушки были запечатаны не из-за ее капризности или вредности, а из-за невероятной слабости девочки, которую не способен излечить даже восстановитель. В комнате было темно из-за того, что в ней не было окон, а холодный белый свет от установленных здесь ламп, казалось, уже жег кожу. Сам же ребенок, сейчас в страхе свернулся в камачек на своей кровати, с головой укутавшись в одеяло. Ее имя – Эри. И сейчас она была напугана. Уже какое-то время, казалось, что весь мир вокруг превратился в стиральную машинку, действие которой как-то раз доводилось видеть девочки в прачечной. Каждый предмет мебели, стены, игрушки – все это безостановочно грохотало, будто пытаясь взорваться. Эри была достаточно умной для своего возраста девочкой. Она понимала, что, дома, происходит что-то странное. Будь на ее месте кто-то постарше и посознательней, он мог бы в этот момент испытать надежду на вызволение из этого ада, но Эри, как бы парадоксально в ее ситуации это не звучало, слишком верила в силы своего приемного отца. На ее теле уже давно не осталось ни единого живого места и, пусть силы Чисаки убрали травмы и повреждения, но просто глядя на свои замотанные в бинты руки, девочка видела бесчисленное количество трубочек и игл, безобразно торчащих из-под ее бледной и чрезвычайно хрупкой на вид кожи. Она уже не была способна испытывать ненависть к своему мучителю. Лишь ужас и что-то сродни превознесению. Для нее Чисаки неуязвим. Тем страшнее было слушать весь этот грохот. Неизвестность пугала даже сильнее многочисленных измывательств со стороны восстановителя. И вот, в какой-то момент, все затихоело. Эри, однако, не спешила расслабляться. Такие моменты уже случались, но тишина не длилась долго и почти сразу же вновь сменялась грохотом. Однако шла минута. За ней вторая. Так, совершенно незаметно, их прошло уже десять и девочка уверовала в то, что все закончилось. Эри даже храбро выглянула из-под одеяла, дабы осмотреть свою комнату. На удивление, все было на местах, хотя, по ощущениям девочки, из-за настолько сильной тряски, как минимум каждый предмет в ее комнате должен был разбиться на части и свалиться на пол. Как знать, может после этого ей бы даже позволили пожить в другой комнате, где не было этой угнетающей тишины. Было бы неплохо поспать в прачечной, где постоянно столько скрипов и звуков. От целого вида комнаты Эри испытала сильное разочарование. Когда она уже была вновь готова скрыться с головой под одеялом, дабы забыться в полусне, тяжелая металлическая дверь в ее комнату слегка дернулась. В этот момент, душа девочки, казалось, стала невероятно тяжелой и задрожила так сильно, что всей недавней встряской и не снилась. В комнате не было часов и она не могла засечь, когда наступает время процедур, но Эри уже наловчилась полагаться в этом вопросе только на свои ощущения, которые, судя по всему, из-за случившегося землетрясения, сильно сбились. Она уже почти видела своими глазами, как массивная ручка поворачивается и в комнату входит как всегда равнодушной Чисаки, никогда не снимающей со своего лица жуткую маску и ведет ее в комнату еще более страшную, чем ту, в которой она, Эри, обитает. Но нет. Не было привычного щелчка, с которым отпирается замок. Был другой, куда более протяжный и громкий, и, одновременно с которым, дверь попросту вырвали из проима. В следующую секунду в комнату шагнул человек, которого она еще никогда не видела. Так, надеюсь, хоть эта дверь верная. Это же Тэйри. Спросила тьма из глубин капюшона, а девочка, отобуавшего ее ужаса, потеряла сознание. М. Рета в некоторой растерянности уставился на потерявшую сознание девочку. В голове было приступно пусто, ну как для Эспера пятого, с небольшим, уровня. И вот что делать. Героически брать на руки и спасать Аки принцессу. Ага, смешно. Да Раи ее ближе расстояние трех шагов подпускать то не горел желанием, ибо речь сейчас идет не о беспомощном ребенке, а о Н.Е.Х., способной прикосновением превратить кого угодно обратно в сперматозоид. Нет, парень не отрицал, что каждому ушибленному маньяку и уж особенно Акселератору, коего Эспера с переменным успехом косплеет, нужна своя лоли, не позволяющая скатываться в пучины мрака, насилия и прочих безобразий. Слишком сильно. Но, как-то вот вроде нафиг не надо. И вообще Раи еще слишком молод, чтобы нянчиться с детьми. Особенно, теоретически, способными распылить его на атомы детьми. А что векторный щит, спросите вы. А вот не был Рета уверен в том, что тот поможет. Скорее даже наоборот, он более чем опасался вероятной реакции при столкновении темпоральной причуды и реструктурированного Н.Д. поля Эспера. А вдруг рванет. Или еще что похуже. Почему-то, первое что приходило в голову при, похуже, это столкновение пространственной аномалии с тем самым полем суперхаоса, созданным хроностазисом. При попытке представить итог любые вычислительные мощности попросту пасовали и компьютер имени Эспера пятого уровня выдавал синий экран. Ну хоть дымиться не начинал. А Раи раздраженно потер переносицу, изо всех сил зажмурив глаза, после чего бросил несколько неуверенный взгляд в сторону выхода из комнаты, на пороге которого стояла здоровенная спортивная сумка, до краев набитая тем самым блокирующим причуды веществом. Пришлось очень постараться, чтобы заставить Немота использовать свои силы на чисоке, но, как уже говорилось ранее, он не умел терпеть сильную боль. Впрочем, пришлось постараться также, чтобы не переборщить и сохранить злодею ясность мышления. А то было бы обидно, если бы тот из-за поехавшей крыши не смог использовать причуду. Как оказалось, никакого контрпрепарата у восстановителя не было. Да и зачем, когда он сам по себе ходячий, антидот. Вернее, был им. Видимо, он даже представить не мог, что когда-то сам попадет под действие блокиратора причуды. Небрежность или самоуверенность. Думается, даже он сам не знал ответа на этот вопрос. А сейчас, потеряв свою причуду, он уже не способен синтезировать нужный препарат. Это даже, в некотором роде, иронично, что он, тот, кто больше всего желал искоренить из современного общества фактор причуд, больше всего на него же полагался. Рёта вновь перевел взгляд на девочку. Приводить её в чувство у него нет времени, последние 15 минут его сонар улавливал звуки сирен, которые издавали окружившие территорию Чисаки полицейские машины. Как-то они не сильно торопились, но и уходить, не выполнив основную цель своего штурма, как-то не хотелось. Впрочем, Араи и так получил неприлично много профита с этой вылазки. Полная сумка препарата, блокиратора причуд, матрица суперхаоса от хроностезиса, гарантия тога, что Чисаки не вылечит ВЗО своими способностями. Стоп. А способен ли все за одного украсть заблокированную причуду? Чёрт возьми точка. Пронеслось урёт и в голове, пока он лихорадочно обдумывал неожиданно свалившийся на голову вопрос. Как именно повреждает препарат фактор причуды? Что если даже после блокировки её, причуду, можно украсть? Звуки с поверхности становились всё громче, и, судя по всему, полицейские обнаружили проход в подземную часть базы Якудза. Времени было катастрофически мало. Перед тем, как спуститься к Эре, Араи доставил связанного восстановителя вместе с его подельниками максимально близко ко входу, чтобы убедиться, что те никуда не сбегут. Судя по всему, это решение сыграло с парнем злую шутку. С девочкой тоже особо ничего не поделаешь, но это, на самом деле, большой проблемой не было. Рёта всё ещё мог попытаться положиться на влияние директора в этом вопросе, или как-то подмазать всемогущего. Тем более, ничего сверхъестественного Эспер не требовал. Всего лишь воочию увидеть процессы работы при Чуды Эре. Да и, вроде как, по канону, она имела некоторые проблемы с контролем, и даже если её сейчас как-то разбудить, то вряд ли девочка сможет использовать свои силы. От всей этой ситуации у Араи даже слегка заболела голова. Особенно, учитывая, что столкновение с шестерками Чисаки тоже село немало его нервов. Был там один тип, способный насылать на других состояние сильного головокружения, хотя, как понял Рёта, там было, скорее, что-то вроде проекции собственного состояния. И пока это было просто головокружение, проблем никаких, даже без непосредственной блокировки воздействия, но, когда парень приземлил злодея, ползающего по потолку словно таракан, на пол, тот, судя по всему, что-то себе сломал и на несколько мгновений, чистота, его причуды изменилась, а сам Рёта почувствовал весьма болезненный укол. В итоге Араи всё же решил покинуть столь негостеприимное для него место. С тяжёлым неуспокоенным сердцем и чуть менее тяжёлой сумкой, до краев наполненной склянками с препаратами, блокирующими причуду. Звёздочка, звёздочка, звёздочка. Погибшие. Отсутствует, сэр. При почти двух сотнях пострадавших разной степени тяжести. Именно, сэр ночноглаз. Высокий, строго одетый мужчина, в ответ на это, несколько устало снял очки и потер переносицу. Двадцать минут. Двадцать две минуты, если быть точным. Именно столько времени прошло со звонка об излишнем шуме на территории Чисаки и прибытии оперативной группы. Даже если предположить, что сообщение в полицию поступило с задержкой, это всё ещё что-то в районе получаса. Герой окинул взглядом место вызова. Разрушенные постройки, следы пуль в стенах и стонущее тело, которые постепенно вывозят машины скорой помощи. Полчаса. Окажется, будто тут произошла самая настоящая война. Война без единого трупа. Агентство ночноглаза уже немалое время готовило операцию по обезвреживанию криминальной ячейки семи завитов смерти. Собирали доказательную базу, подбирали надёжных людей, держали всё происходящее в секрете от выявленных в стане полицейских, кротов. Многие дни и даже недели подготовки, которые должны были вылиться в тяжёлый, что немаловероятно, кровопролитный штурм. Полчаса. Мирай не мог перестать повторять про себя эти два слова. Почерк произошедшего чем-то походил на всемогущего. Тот тоже старается действовать аккуратно и соизмерять свою силу при штурме, но он бы точно не стал поступать столь опрометчиво, и тем более он не покинул бы место столкновения до прибытия Стражей Порядка и других героев. Даже учитывая, что среди этих героев находится он, Ночноглаз, с которым герой номер один очень тщательно избегает любых встреч. Но почерк очень похож. Не будь у героев и полиции словесного описания напавшего, Мирай бы точно попытался связаться с бывшим напарником. Но он был. И от этого голова героя болела лишь сильнее, ибо описание неизвестного точь-в-точь копировало персонажа его последних видений. Но теперь, к размытому образу добавились еще и чуть менее расплывчатые детали. Не восприимчив к огнестрельному оружию, не путать, пули непробиваемым, и, неуязвимым, причуды разные бывают, очень силен, или имеет какую-то причуду, позволяющую разрушать весьма крепкие постройки одним простым ударом, и чертовски быстр, или просто умеет находиться в двух местах одновременно, или становиться невидимым слэш незаметным слэш невосприимчивым, и, тем самым, создавать иллюзию скорости. Кем бы ни был в своей сущности неизвестный, каратель, он явно вытащил из мешка с причудами премиум набор. Но это ладно. Под неизбежностью правосудия у таких подгибались ноги не хуже, чем у других. Проблема в том, что подобный набор в разных вариациях слишком уж распространен. Даже сам ночноглаз со своей совсем не боевой причудой может, при некоторой фантазии, предстать перед глазами противника в совершенно отличном от своей стандартной манеры боя амплуа. Это здорово мешало идентифицировать личность их неожиданного, помощника. И да, кавычки в этом слове весьма уместны. При достаточном усердии и финансировании талантливые адвокаты в данный момент могут обелить имя восстановителя и его шайки. Не до конца, конечно, но вытащить несколько членов группы под залог – не проблема. Особенно обвинительному процессу мешает тот факт, что напавший экспроприировал большую часть запасов ВБК – вещество, блокирующее причуды, правда, при этом, даже не притронулся к ВСК – вещество, стимулирующее причуду. Хоть какой-то плюс. Впрочем, посмотрел герой в сторону бронированного автомобиля, в котором в данный момент содержался Чисаки. Перед глазами ночноглаза как наяву встала картина полного опустошения, ярко написанное на лице злодея, в чем-то этот неизвестный точно помог. Одной из самых больших головных болей в деле задержания восстановителя было его дальнейшее удержание. Сила Чисаки способна разбить любые оковы, а на ограничение его свободы в достаточной мере, чтобы тот не мог задействовать свои руки, он не заработал. Потому, тот факт, что на злодея воздействовали ВБК стал довольно приятной неожиданностью, достаточной, чтобы факт утери большого количества вышеупомянутого вещества стал чуть менее напрягающим. С другой же стороны. Возможные последствия кражи столь существенного объема ВБК могут оказаться просто катастрофическими. Тут ночноглазу оставалось только довериться своей интуиции, которая говорила ему о том, что для мирных граждан никакой угрозы нет. Звездочка, звездочка, звездочка. За разбором всего навалившегося добра, как информационного, так и вполне материального, остаток ночи для рёты прошёл незаметно. Сложнее всего было с позвекивающей при каждом движении сумкой, так как в комплексе Чисаки препарат хранился в холодильнике и явно имел какие-то рекомендации по хранению. По крайней мере в таком вот концентрированном виде. Организовать захоронку с нужными параметрами, которые Араи запомнил, было больше муторно, чем что-то ещё. Парню даже пришлось неплохо потратиться на портативный холодильник и солнечные панели с аккумуляторами, после чего весь крайне скромный остаток ночи искать удобное место и всё это городить. Но это всё так, мелкая зарядка для ума, не занимающая даже доли процента вычислительных мощностей эспера пятого уровня. Что на самом деле неплохо загрузило рёту, так это анализ полученных на базе якудзовекторных матриц. И речь идёт даже не о той чертовски сложной программе замедления времени, а о матрице, подсмотренной у того типа, способного телепортировать себе в руку небольшие предметы. Мало того, что это дало Араи новые ключики к пониманию пространства, так ещё и дало ему невероятно перспективную идею. Те самые пространственные карманы, которые он освоил незадолго до своего нападения. Что если делать их без горловины, и помещать внутрь свертки предметы с помощью новой матрицы? Для этого всего-то требуется поменять координаты привязки выхода предмета и переносить его не в свою ладонь, а внутрь пузыря, каковым станет карман без горловины. Одновременно с этим можно значительно уменьшить потребляемые одним карманом вычислительные мощности за счёт удаления матрицы, отвечающей за избежание векторов, и матрицы, отвечающей за маскировку. Зачем маскировать то, чего нет? А отсутствие горловины делает подобное искажение полностью безопасным для окружающих. А если для каждого отдельного предмета создавать новый карман, то можно решить проблему с доставанием предметов из свертки, при необходимости просто развеивая нужную матрицу. Рёта уже несколько минут задумчиво вертел в руках монетку, но, в какой-то момент, кивнул сам себе и подбросил кругляш в воздух. Вот монетка, быстро вращаясь вокруг центральной оси, долетает до высшей точки, зависает там на долю мгновения, после чего начинает падать обратно. Мир вокруг замирает и теряет краски, а зависшая монетка демонстрирует ораи выгравированную на одной из сторон ветвь сакуры. Сначала, самое простое. Замер всех требующих величин предмета переноса. Но тут, можно было даже не особо заморачиваться и взять с запасом. Дурной силушки для переноса нескольких дополнительных миллилитров воздуха рёт и хватит с лихвой. Дальше, задать точку выхода, перед этим создав матрицу требуемого по объёму кармана. Пока не активировать. В качестве точки выхода монеты задать координаты свертки. Определить очерёдность активации с минимально возможной задержкой. Выполнить. Мир возвращается к прежней скорости. Вот только монетки на её месте уже нет. Её вообще нигде нет. Араи бросил непроизвольный взгляд на ту точку, куда она должна была перенестись перед тем, как ту область поглотит свертка. Там тоже было пусто. Ещё немного повертив головой и убедившись, что нигде нет обрезанных кусков никелевого кругляша, Рёта выставил вперёд руку ладонью вверх, после чего, мысленно поменяв несколько переменных, переместил трёхмерную проекцию выходной точки свертки точно над рукой, после чего развеял матрицу. Монетка номиналом стоян, без малейшего намёка на внешнее повреждение, беспрепятственно упала в раскрытую ладонь. Разобравшись с препаратом и новой способностью, Рёта, недолго думая, отправился спать. Благо сегодня был выходной, и он мог позволить себе немного отдохнуть. Араиба и раньше отправился на боковую, но слишком уж будоражила идея с усовершенствованным инвентарём. Отложить её на потом, банально, было выше его сил. Была мысль заглянуть домой, но усталость и лень взяли своё, да и пришла в голову одна мысль, которую стоило реализовать уже давно, на самом деле. Вот как проснеться, так сразу и можно будет этим заняться. Звёздочка, звёздочка, звёздочка. Все за одного задумчиво, смотрел, на монитор, на котором сейчас показывали последние новости. Всё же, какими бы обширными каналами информации не владел величайший злодей Японии, но отвергать такие вот, классические, источники тоже не стоило. Симпатичная телеведущая вещала с экрана об успешной операции захвата банды жестоких преступников. Очень много воды о своевременных и крайне самоотверженных действиях героев и полиции, благодаря которым настолько серьёзный криминальный элемент как Чисаки, восстановитель, был захвачен и будет отдан в руки правосудия и прочее, бла-бла-бла. Выпуск новостей был экстренным и оттого немного сыроватым, из-за чего несформированность адекватной официальной позиции по вопросу и даже некоторая растерянность были болезненно очевидны. Сам ВЗО, помимо озвучиваемой сейчас информации, имел и свою, согласно которой, герой и полиция пришли уже на все готовые, а, подготовил, для них все неизвестный и независимый специалист. Злодей имел немало своих людей во всевозможных формированиях, как законных, так и подпольных, и готовя там подобные операции, он бы точно об этом знал. Значит, всё это провернул кто-то скрытый от него. На ум сразу же пришёл несколько нелепый образ директора Юэй Краткой, который в последние дни заметно активизировался и пустил полноводную реку ресурсов на его, ВЗО, поиски. Уж этому существу бы точно достало смекалки и средств, чтобы устроить подобного рода операцию, но вот её цели. Они от все за одного ускальзали. Неужели и правда лишь желание обрести дополнительный довод в виде довольно интересного препарата Чисаки? Или же они руководствовались опасением Тога, что восстановитель оправдает своё прозвище и исцелит ВЗО? Если это так, то хорошо, значит сторона героев даже приблизительно не представляет весь тот урон, который понёс когда-то величайший злодей. Даже если на секунду предположить, что все за одного подпустит к себе кого-то настолько опасного как Чисаки, далеко не факт, что тот сможет исцелить изувеченное тело ВЗО. Здесь может помочь только одно. Полный перенос сознания в новое тело. Злодей слегка улыбнулся, почувствовав, как к его палате приближается недавно очнувшийся Шигара Китамура. Вот только запилённый морального триумфа, из его области внимания как-то выпал тот факт, что выглядел его подопечный на редкость задумчиво и хмуро. Звёздочка, звёздочка, звёздочка. Проспал Араи до самого обеда. Спустился с облаков в первый попавший на глаза городок Японии, где плотно, позавтракал, в ближайшей забегаловке. Попутно Эспер не прекращал играться с новой, игрушкой, постоянно подкидывая монетку, после чего ловил её, а после, путём помещения в инвентаре распаковывания, переносил в другую руку. Разумеется, перед этим он проверил, как распаковка предмета из искажения влияет на окружающее пространство. Благо, появляющийся предмет просто раздвигал среду, в которой он появляется в стороны и ничего более. Таким образом, появление таким образом монетки в руке никак не вредило пользователю. Разве что, Рёта пока не мог контролировать её, монетки, положение в момент развертки, и пару раз, даже при слегка рожатом кулаке, никелевый кругляш пытался впиться ему ребрами в ладонь, но тут векторный щит бдил. Пару раз Араи даже ловил на себе заинтересованные взгляды случайных свидетелей его, магии. Да, с появлением причуд ремесло фокусников значительно утратило свою актуальность, но слишком уж трюк с монеткой походил со стороны на старую добрую ловкость рук, из-за чего находилось немало желающих разгадать, в чем фокус. Хорошо хоть с расстояния и не вмешиваясь в личное пространство. В этом плане, даже спустя пару сотен лет, японцы довольно щепетильны. Сам Жрёта, пока, игрался, активно старался оптимизировать работу нового навыка. К сожалению, из-за некоторой поспешности его создания и общей угловатости, вызванной тем, что эта способность Эспера была лишь сборным конструктором из двух разных наборов, эта самая, игрушка, пока еще не готова. Нужно было многое вырезать за ненадобностью и минимизировать затраты на то, что убрать нельзя никак. В идеале, при этом, скомпилировать всю последовательность в отдельную общую программу и забить в оперативную память так же, как матрицу столь любимого ора и полета. Эсперу требовалось минимально возможное потребление всей матрицы, чтобы их можно было создавать должное количество без излишней нагрузки на персональную реальность и эндеполе. Также, Рёта не мог не испытать пришедшую ему еще при первом знакомстве с тем тощим типом из банды-восстановителя идею. Телепортировать часть предмета, а не весь. Разумеется, для этого пришлось вновь отправиться куда подальше от такой хрупкой цивилизации, однако, к удивлению парня, ничего не рвануло. Четкий квадрат древесины, вырезанный из ближайшей пальмы, ближайшего же необитаемого острова, спокойно переместился в созданное под него искажение, оставив на бедном дереве лишь идеально ровный срез. А ора и, соответственно, получил еще один вид атаки, игнорирующий прочность. Правда только на ближней дистанции, ибо как доставить матрицу телепортации за пределы эндеполя к нужной области, вопрос открытый. По идее, хорошим решением может стать аномалия, Курагири, которая задает точку выхода через манипуляции высшими измерениями в точке входа, без какого-либо взаимодействия с точкой выхода, но как пока это реализовать на практике, сложный вопрос. Впрочем, оптимизация оптимизацией, но вопрос, чем занять себя остаток дня. Встал перед Ретой в полный рост. И не то чтобы у него не было вариантов, скорее даже наоборот. Не поймешь за что взяться. Парень засунул руку в карман и достал оттуда отданную ему несколько дней назад низу флешку, про которую он за последними заботами как-то позабыл. Но чтобы глянуть, что на ней интересного, ему нужно вернуться домой. Учитывая, что на дом у него уже были некоторые планы, то можно совместить. Почему бы и нет? А Рай довольно быстро нашел неподалеку интернет-кафе и проплатив место и кружку кофе, засел в интернет. Пять минут пошарившись по просторам всемирной паутины, зашел на сайт самого раскрученного магазина с оборудованием видеонаблюдения и на скорую руку набросал необходимых товаров в корзину. Его интересовали компактные домашние видеокамеры скрытного наблюдения с самым высоким качеством, которое может предложить рынок, комплект проводки, метров так 16 дефис 20 узкого кабель-канала и видеорегистратор. Предлагаемый для полного комплекта жесткий диск парень приобретать не стал, так как планировал вывести все себе на комп. Способом получения, разумеется, выбрал самовывоз, так как никакая доставка не будет быстрее полета эспера пятого уровня со специализацией на векторах. Глянув на остаток на счете, Рёта слегка скривился. Как-то привык он уже видеть там приличные цифры, а сейчас они заметно просели. Как-то с момента поступления в Юэй краткая ара и подзабросил свою фрилансерскую деятельность. Нужно будет взять пару прибыльных заказов. Благо, что с его текущим статусом на платформе, это не проблема. Пока формируется заказ, парень занялся поиском подходящего софта, потому что писать что-то с нуля было несколько лень, а перелопотить уже готовые, всяко проще, чем делать что-то с нуля. СМС о сформировавшемся заказе пришло даже несколько быстрее ожидаемого, не зря подбирал все так, чтобы товар был в наличии на одном складе, и занимающийся последние 10 минут бессмысленным серфингом по инету Рёта выдвинулся в путь. Уже придя домой с полученным на руки товаром, эспер тут же развел кипучую деятельность. Отсутствие инструментов с лихвой компенсировалось с невероятной универсальностью способностей акселератора. Купленный кабель-канал был использован не совсем по назначению и был беспощадно врезан в выбуренные высокочастотные вибрации и желобки в самом низу стены, по которым и были пущены провода. А чтобы окончательно убрать следы, Рёта спрессовал все сверху собранное, бурение, пылью. Получилось так, что при беглом взгляде никаких следов в стене нет, но, в идеале, надо бы еще слоем краски или штукатурки сверху пройтись. Ну, или обои какие-нибудь наклеить. Сами камеры АРАИ расположил неприметно, но не в ущерб эффективности. Их было куплено 12 штук, как раз под 12-дефистиканальный регистратор, и Рёта расположил их так, чтобы видеть каждый уголок квартиры. Регистратор был спрятан по схеме, у всех на виду, в мешане непроводов и прочих приблудв, в компьютерном, уголке за столом и там же подключен к пекарне. После этого последовала несколько нудная возня с драйверами и всяческим прочим софтом, чтобы вся эта система нормально работала. Так остаток дня и прошел. Благо, что, в отличие от инструментов, способности акселератора не создают шума и в гости не пожаловали недовольные соседи. К вечеру, когда все уже было настроено и вовсю работало, у Рёты вновь образовалось свободное время, которое он решил потратить не на флешку, всегда успеется, а на пополнение своего виртуального кошелька. Впрочем, сильно крупных проектов он брать не стал. Все же, завтра в школу. Звездочка, звездочка, звездочка. Мидория не торопясь шел в сторону академии. Сегодня он специально вышел несколько заранее, пусть ранний подъем и дался ему очень нелегко. Был он, вопреки обыкновению, довольно хмур и мрачен. И нет, подобное его состояние не было связано с неожиданно навалившейся ленью. Каждая мышца в его теле ныла со страшной силой. А чтобы нормально идти, и не волочить за собой ватные ноги, приходилось прилагать попросту титанические усилия. Еще перед этими выходными, произошло кое-что совершенно невероятное. Изуку нашел в себе смелость попросить всемогущего о помощи. Потребовалось немало времени, чтобы до него дошло, что, действуя самостоятельно, он еще очень долго будет оставаться не более, чем обузой для других. Сложно сказать, что именно привело его к этой мысли, но зато школьник мог с легкостью сказать, кто. Араирета. Акселератор. Невероятно сильный, порой пугающий до дрожи, но совершенно точно тот, на кого можно положиться. Что во время инцидента в комплексе катастроф, что во время битвы с убийцей героев, что во время встречи со злодеем в торговом центре, что во время нападения на летний лагерь. Каждый раз он без страха выходил вперед и брал все на себя. Стыдно говорить, но его образ уже успел для Мидориев стать куда выше любого героя, кроме, конечно, всемогущего. А еще его совет. Один короткий разговор и Изуку уже ясно видел путь к тому, как стать сильнее. Как-то само собой пришло осознание, что ему нужна помощь. Если уж даже тот, кто ничего не знает о ситуации вокруг всемогущего и его причуды, смог дать такой полезный совет, то что уж говорить об изначальном владельце невероятной силы один за всех. Сложно сказать, каких усилий стоило парню оторвать своего кумира от его несомненно куда более важных, чем он, какой-то мальчишка, дел, но ему удалось. И, что удивительно, всемогущий без проблем, даже как-то буднично, согласился. Словно только этого и ждал. И вот так, в тренировках с героем и прошли оба его выходных. Этих двух дней с лихвой хватило Мидории, чтобы понять, насколько бездарно он тратил до этого время. От обиды на самого себя сжимались кулаки. Оттуда и взялась вся его хмурость и мрачность. Уже подходя к комплексу зданий Юэ и краткой, он, несмотря на свое несколько угнетенное состояние, умудрился заметить вдалеке один примечательный черно-белый силуэт, отчего тут же остановился. Казалось, идущий вдалеке парень тоже его заметил и чуть наклонил голову, этого Мидория не разглядел, но подобный жест настолько сильно ассоциировался с его одноклассником, что виделся сам по себе. Это было Раи. Он тоже шел не сильно торопясь, но явно по иным причинам, так как, увидев ждущего его Мидорию, слегка прибавил шаг. В отличие от измученного Изуку, Рёта выглядел вполне свежим и отдохнувшим. По крайней мере, насколько мог судить Мидория. А Раи-сан, кивнул с заметным уважением парень, когда тот подошел ближе. Мидория, удивленно приподнял на эту сцену брови Эспер, но тоже чуть кивнул, «Выглядишь не очень», без обиняков прокомментировал некоторую бледность и скованность одноклассника, после чего чуть дернул плечом, призывая не стоять на месте и продолжить путь. Изуку же, в очередной раз удивился, насколько такие вот жесты его одноклассника, несмотря на то, что они едва заметны, получаются настолько выразительными. «Много тренировался, односложно из-за своего состояния», ответил Мидория. «Не переусердствуй. В тренировках нужно знать меру. Не беспокойся. Меня тренировал Всемогущий, как бы он ни старался, но в голосе Изуку все равно возникли этакие хвасливо-восторженные нотки. А, тут же, казалось, потерял интерес к теме Араи и слегка ускорил шаг, явно о чем-то задумавшись. Мидории же, только и оставалось, что Страдель Чески вздохнуть про себя, и на своих ватных ногах постараться догнать одноклассника. В Академии все было как обычно, за тем исключением, что столь полюбившейся Реты, Фокус, с исчезновением пойманной монеты и появлением ее в другой руке, вызвал среди школьников настоящий фурор. Больше всего были озадачены, разумеется, Каминари и Ашида, которые вознамерились разгадать суть трюка любой ценой и почти весь учебный день ходили за парнем как привязанные. Цуй уже смотрела на происходящее своим привычным, ничего не выражающим взглядом, в котором Араи хоть и с трудом, но смог выловить нотки удивления. Тогда на пляже он достаточно пояснил девушке насчет трудностей работы с пространством, оттого тот факт, что за один день ее друг так сильно продвинулся в своих изысканиях показался Асой несколько подозрительным. По крайней мере, она пусть и предполагала, что в «фокусе» как-то замешаны манипуляции пространством, но не была уверена, что это на сто процентов так. С Реты бы сталось научиться выполнять трюк чисто за счет ловкости рук, дабы подшутить над девушкой. Этакая шутка в шутке. Как раз в стиле Араи. Так что, пусть Цуэй не была столь же навязчива, как вышеназванная парочка, наблюдала за руками одноклассника она с не меньшим вниманием. Некоторые напряженности в будни подростков вносило только несколько необычное расписание. Общеобразовательных уроков в этот день поставили подозрительно мало, а прямо за этой самой малостью следовал классный час, за которым также следовало два занятия, обозначенные в расписании как некие, специальные героические тренировки. Подобного у учеников класса 1а еще не было, так что, новинку, они ждали с нетерпением. Особенно, учитывая, что погода на улице обещала стать дождливой, соответственно, занятий на стадионе не предвидится. Но долго неведение не продлилось. Заинтригованные школьники, после окончания общеобразовательных предметов, никогда не расходились и когда звонок только-только прозвенел, уже все сидели на своих местах с интересом поглядывая на входную дверь и ожидая появления своего классного руководителя. Правда, в отличие от учеников, Айзава заставил себя немного подождать, опоздав где-то на пять минут, чем чуть не довел еду до белого коленя. Итак, задумчиво перевел взгляд с бумаг, с которыми он зашел в класс, на учеников сенсей. Хм, несколько растянул он паузу. На этом классном часе, изначально, планировалось уделить время для вашего ознакомления с особенностями учебного плана на ближайшее время и также ознакомить вас с понятием временной геройской лицензии, но, в связи с событиями этой ночи, директор решил несколько ускорить темп и подготовленные на конец недели дополнительные спецзанятия были перенесены на сегодняшний день. А что произошло этой ночью? Несколько неуверенно подняла руку отчика, пока остальные школьники вопросительно переглядывались, в надежде, что кто-то сейчас поведает им интересующую тайну. Даже Рёта сейчас несколько недоуменно смотрел на учителя и не понимал, о каком событии идет речь. Все же банду Чисаки он разнес уже, получается, позапрошлой ночью, а о каких-то других громких событиях, которые как-то могли относиться к классу один, а парень не слышал. Да и не помнил из канона, если уж на то пошло. Сегодня в два с половиной часа ночи было совершенно нападение на учреждение удержания опасных пользователей причуд. В результате нападения, большая часть заключенных, содержащихся в строгих условиях, незаконно покинули стены учреждения. Сбежали, проще говоря, помахал перед лицом связкой бумаг Айзава. По косвенным данным, среди нападающих был замечен злодей по имени Шигараки, в этот момент, почти все взгляды в классе, практически синхронно пересеклись на привычно холодном лице Араи. Содержащаяся в учреждении группа злодеев, находилась в не самом дееспособном для побега состоянии, из-за чего, можно сказать, их вынесли оттуда на спине, из-за чего, опять же, можно смело делать очевидное предположение. Именно за ними туда и пришли, раздался по затихшему классу леденящий голос Реты. Верно. А это значит, что после их восстановления, Лига злодеев снова может взяться за старые, да и прочие сбежавшие из-под наблюдения преступники там не просто так сидели. По этой причине, в ответ на повысившийся выше нормы уровень угрозы, директор издал указ о незамедлительной аттестации всех учеников и, в соответствии с результатами этой аттестации, дальнейшем предоставлении им временной геройской лицензии. Обильно сдобренная, пусть и не очень мудреным, но все же вполне канцелярским языком речь Айзовы без каких-либо проблем стянула на себя внимание всех учеников. Видимо, сказался тот факт, что обычно учитель предпочитал заметно более лаконичную манеру речи. Геройская лицензия – это большая ответственность, продолжил сэнсэй с серьезным видом. После ее получения, от вас и ваших действий будут зависеть чужие жизни. Разумеется, экзамен на получение он и является очень строгим. И даже временную лицензию получают, в лучшем случае, только половина из претендентов. После этих слов по залу тут же пошли настороженные и даже несколько недоверчивые шепотки. В манере преподавания Айзовы есть один значительный минус – все его заявления о возможном отчислении, или громкой неудаче, начинают восприниматься учениками с заметным скептицизмом. В связи со всем вышесказанным, вынужден вам сообщить, скорчил особенно хмурое лицо мужчина, от чего напряжение в классе мгновенно выросло на пару пунктов. Что сегодня наш учительский состав проследит, чтобы каждый из вас освоил, как минимум два, с этими словами дверь в класс отехала в сторону. Ваших собственных особых приема. Класс затопило радостными воплями, которые, вошедшая внутрь тройка героев, состоящая из полночи, эктоплазма и цементоса, встретила понимающей ухмылкой. Звездочка, звездочка, звездочка. Спортзал, гамма, или, как его еще называет построивший его цементос, тренировочный зал мечты. Довольно большое сооружение высотой не меньше 20 метров, в районе 30 метров в ширину и где-то 100 в длину. Разумеется, при желании, Рёта мог бы назвать размеры с точностью до микрона, но ему было слишком лень. А в голове курсировали совсем другие мысли. Объяснение тройки учителей в классе он почти полностью пропустил мимо ушей из-за обилия пафоса. Впрочем, основную суть, которую они пытались донести, он вроде как осознал. По сути, столь громкое явление как особый прием, по факту, является лишь несколько поправленным и обозванным пафосным имечком-навыком, которым ученик уже обладает в той или иной мере. Никакого особого усиления, от его приобретения, как можно понять, получить почти нереально. Кроме разве что того случая, когда ты слишком туп, чтобы понять, как использовать собственные способности и тебе помогают окружающие. А ты чего стоишь? Подошел к задумавшемуся парню клон эктоплазма. К этому моменту Цементас уже здорово перелопотил рельеф спортзала, превратив его в нагромождение каменных высот и низин. Учитывая, что с высот на всех взирали клоны эктоплазма, вся эта сцена как-то неуловимо наполнила рет и момент из блича, где и чего получал банкой. Забавные аналогии с особым приемом. Парень не помнил имя автора манги МГА, но заочно уже вынес ему вердикт плагиатора. А что мне делать? Чуть приподнял бровь, вырвавшийся из своих мыслей о Раи. То же, что и все остальные, повел руками по сторонам герой. Посмотреть и правда было на что. Многочисленные клоны распределились по всей площади зала и, используя новосозданные неровности рельефа, разделили всех учеников, и теперь каждый тренировал себе особый прием. Рета молча чуть наклонил голову к плечу, пару секунд посверлил стоящего напротив клона взглядом, выпрямился, подошел к ближайшей небольшой, два с половиной метра в высоту и обхватом около тех же двух метров, скали, коснулся ее раскрытой ладонью. Уничтожение скалы. Мир вокруг замер и потерял краски. Рета показалось, что в очередной раз использовать вибрацию будет как-то неинтересно и он создал матрицу перемещения предмета от Тащега. После только оставалось, что телепортировать в отдельно созданное пространство тончайшие, листы, камня, которые Раи изымал в случайном порядке, прямо изнутри глыбы, создавая иллюзию, будто скалу разрубили на части. После последовательного повторения операции перемещения около шести тысяч раз, парень, чувствуя некоторую скуку от процесса, решил, что на этом выпендрижа хватит и вышел из состояния персональной реальности. Мир вновь стал цветным и снялся с паузы, а мигом спустя скала, которой Рета касался рукой, развалилась на кучу мельчайших обрезков. Пойдет. С чуть заметной иронией в голосе повернулся к удивленно смотрящему на еще недавно целый камень. Если нет, то могу еще уничтожение горы продемонстрировать, вовсю поливал учителя скепсисом парень. Эктоплазм же, стоит отдать ему должное, быстро соотнес в голове масштабы слов, скала, и, гора, после чего примирительно поднял раскрытые ладони. Не стоит. КХМ. Думаю ты испытываешь некоторый скепсис по поводу того, чем сейчас все занимаются, сделал пробный, но чрезвычайно меткий выстрел мужчина. Немного, чуть кивнул о Раи. Похоже на игру детей в писачнице. Вот именно, на полном серьезе ответил на это герой. Особый прием, это, что-то вроде визитной карточки героя, не менее важной, чем даже его костюм. Название особого приема кричат дети, когда играют в героев, оно всегда попадает в заголовок, когда герой совершает что-то значимое. Некоторые люди могут стать фанатами особого приема, при этом будучи весьма равнодушными к тому, кто этим приемом владеет. Не обязательно, чтобы он был избыточно сильным. Достаточно, чтобы он прочно ассоциировался с твоим героическим образом, эктоплазм задумчиво потер скрытый за сплошной маской подбородок. Думаю, для тебя не будет особой проблемы еще и с тем, чтобы сделать прием достаточно адаптивным к конкретной ситуации. Ты не поверишь, насколько быстрее набирает рейтинг герой, использующий для победы над злодеем особый прием, чем герой, побеждающий за счет базовых навыков. Мини-лекцию героя Рёта слушал с откровенным интересом. Как-то он до этого не задумывался о подобной подноготной всех этих пафосных выкриков, которыми, порой, сопровождают даже насквозь обычные удары кулаками некоторые слабые герои. А что если показушное выкрикивание суперприема противоречит тому амплуа, которое я собираюсь поддерживать? Стиль старателя, да. Чуть хмыкнул герой. Я приблизительно понимаю, какое впечатление ты хочешь составить у людей. Эктоплазм окинул геройский костюм подопечного беглым взглядом. Черно-белые тона, сложное механическое имя и холодный взгляд, будто дуло наведенного на голову пистолета. Тебе и правда не подойдет что-то мейнстримное. Отталкивайся от того, что есть, чуть улыбнулся герой, что с его маской смотрелось довольно жутко. Думаю тебе пойдет образ героя, которому в большинстве случаев даже нет смысла прибегать к особому приему. Разработай критерии, при которых его использование будет иметь смысл, чтобы каждое его тобой применение становилось праздником у фанатов. Как всемогущий, неожиданно завершил свой спич Эктоплазм, заставив Рёту удивленно моргнуть. А ведь в этом что-то есть. Символ мира достаточно силен, чтобы подавляющее число проблем решать лишь одним своим появлением, а использование им его суперприема и вовсе стало большой редкостью. Думаю, я дал тебе достаточно пищи для размышлений. Тебе осталось лишь переварить её и КХМ, чуть запнулся Эктоплазм, видимо поняв, что завёл сам себя в словесную ловушку и фраза, выдавя из себя что-то материальное, после слов, переварь пищу для размышлений, будет смотреться недостойно профессионального героя. И покажи им всем. Вывернулся напоследок герой, после чего поспешно отошёл в сторону, видимо, чтобы Араи не заметил его оплошности. Рёта провожал клона смеющимся взглядом, очевидно, довольно быстро осознав всю подоплёку. Звёздочка, звёздочка, звёздочка. Даби с трудом раскрыл глаза. Голова жутко гудела, а ворот будто насыпали несколько горстей песка. КХМ. Пхить, еле-еле выдавил он сквозь сухие губы. К счастью, его поняли и уже через пару мгновений поднесли к его рту вожделенную бутыль воды. Утолив убивающую его жажду, парень незаметно проверил руки на предмет фиксации и, не обнаружив никаких ограничителей его свободы, мысленно подготовился к бою, после чего скосил взгляд вправо. Боевое намерение тут же схлынуло, оставив лишь лёгкое облегчение. Рука, держащая бутылку, принадлежала Шигараке Тамури, хмуро глядящего куда-то в сторону. Отодвинув уже опустевший сосуд, вместе с бледной ладонью в сторону, Даби, ценой огромного волевого усилия, смог подняться на локтях и осмотреться. Он не узнал это место, но в этом нет ничего удивительного. Мало ли сколько бас имеет в своих закромах принявшая его Лига Злодеев. Помимо него, в комнате, судя по всему, переоборудованный под лазарет, располагалось ещё несколько кроватей, в которых располагались прочие участники нападения на летний лагерь. Сколько прошло времени? С трудом ворочая челюстью, спросил Даби. Достаточно, хмуро ответил Шигараке, так и не посмотрев в его сторону. Ясно. Урод сегодня не очень общителен, хмыкнул про себя парень. Я проснулся первым. Спросил уже вслух. Да. Приподнявшись ещё повыше, чтобы понять, кто именно лежит на кушетках, Даби оглядел своих соратников, мысленно посчитал общее количество членов организации и тут же завалился обратно на подушку, задумчиво смотря в потолок. Твейс. Смог уйти ещё в лагере. Тага. Не так сильно пострадала. В её нахождении здесь нет нужды. Фокусник. Тоже ушёл. И прит. Вот и меня интересует тот же вопрос. Даби перевёл взгляд на собеседника и впервые за последние несколько минут наткнулся на взгляд его багровых, с какими-то тёмными тонами глаз. И я хочу знать на него ответ. Субтитры создавал DimaTorzok